Друзья, это Юля. Она, блин, секс-блогер и секс-шопер и, короче, все в одном лице. Моя проблема в том, что я потеряла надежду в масштабировании. Я смотрю каждый выпуск, я смотрю, что происходит. В моей жизни такого роста нет. Мы здесь не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы вы что-то делали. У тебя есть деньги сейчас? Вы за клиента решили, что для него это дорого. Ты хочешь наше шоу? Ум заменяет деньги. У тебя сайт по стрижке собак, да? Салон красоты. Маникюр, педикюр. Я очень хочу шоу! Приехать и реально сейчас взять и фигачить. Это бизнес, который приносит деньги элементарного существования. У предпринимателя есть такое крутое качество. Качество, знаете, азарта. Когда он все равно в какой-то момент все ставит на конкурс. Купили бизнес. Это называется просто купили оборудование и одежду. И человека, который стриг собак. Потратили 10 тысяч, по-моему, евро. Чтобы в нашем блоге добавилось много секса, пишите об этом и клянусь, я возьму ее в программу. О боже, она ненормальная. Почему люди так не ценят свой труд? Вот это большой вопрос. Я поняла, что у меня куча клиентов, с которыми я просто не работаю. Ты продаешь сами секс-товары, игрушки и консультации. Цифры твоего бизнеса мне не нравятся. Твой продукт нужен крутым. Мы подумали, что мы могли бы стать твоими продюсерами. Мое место здесь для того, чтобы зажигать вас. Но мы не относимся к дешевому салону. Я не умею налаживать клиентский сервис. Спасибо Бог, не делай этого. Добро пожаловать в бизнес. Не говорите о том, что у вас не то, что бизнес, но это смех, ребята. Это просто смех, мне даже жалко ваше время. У тебя сейчас хотя бы какие-то изменения произошли в бизнесе или все по-прежнему? Вы все захотели оргазма. Ты понимаешь, что это успех? Ты ни хрена не делала? Ремонт, ремонт, ремонт. И всем о вас расскажем. Хочу через пару недель открывать гостиницу для животных. У нас ремонт очень активно продвигается. Концепт, идея нашего проекта утвержден. Вы каждый раз трахаетесь по какой-то причине. Не потому, что всем приятно. Я сразу поняла, вот он, это знак. К этому нужно прислушаться, это нужно делать. Почему вы занимаетесь сексом? Каждый день одно действие, которое раздвигает точки. Как же мне нравится прощаться со старым. Для того, чтобы открыть перед собой новые двери, нужно не бояться закрывать старые. И мы это делаем. Привет, друзья. Ну что, у нас снова воскресенье, а это значит, что я снова куда-то решила забраться. Сегодня мы снимаем в офигенном месте. На конференции недавно, где я была, ко мне подошел мужчина, молодой человек, Дима, который сказал, Оля, у меня есть офигенная крыша в Киеве на Позняках, где я провожу ивенты. Приезжай! Я решила воспользоваться этим предложением. Тем более, что сегодня у нас в выпуске будет Вика, которую мы не видели целых три недели. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что будет много инсайтов. Сегодня вы узнаете, собственно, как проходят дела у Вики с ее салоном для животных, с ее магазином. Сегодня вы узнаете немного о том, как дела у Юлии Гайворонской, как вообще, что у нас происходит, и побываете даже на ее мастер-классе. И, конечно же, вы узнаете, как дела с нашим ремонтом, потому что, ребята, вы офигенные. Мы нашли среди вас столько партнеров, что это просто улет. Так что смотрите выпуск до конца, потому что будет очень горячо. Ну а пока пошли к Вике! Привет! Слушай, ну видно, что ты как нормальный белый человек загорелый. Ты отдохнула? Да. Две недели. Это было классно. Ты две недели отдыхала? И что? Ты ни хрена не делала? Ммм... Можно сказать, да. О, боги! Потому что я пыталась работать, но это, если бы это был какой-то all-inclusive, когда ты лежишь с тюленем, тогда можно было что-то работать. Но мы постоянно куда-то ходили. Ты обещала работать. Я обещала, я об этом думала все время, но не могла физически делать. Так ты меня убила. Прошло три недели с тех пор, когда мы виделись в последний раз. Что у тебя поменялось? Поменялось. Я пытаюсь сейчас с Инстаграмом. Для меня самая большая проблема в Инстаграме это тексты писать. Это настолько для меня большая проблема, она вот с детства еще идет. Я когда сочинение никогда не писала, всегда списывала или переписывала, или еще что-то. Вот. И сейчас вот для меня это переступить надо. Мне кажется, знаешь что, у каждого человека есть своя сильная сторона. Да, я понимаю. Вот если тексты не твоя сильная сторона, не надо себя заставлять это делать. Значит, можно сделать такие картинки, которые будут говорить лучше текстов. Значит, делай картинки, которые говорят. Это да. Я сейчас занимаюсь, я полностью закачала программы различные. Теперь у меня в транспорте, где я еду, иду в телефоне, я всегда обрабатываю все время фотографии, вместо того, чтобы читать книги. Раньше читала книги, теперь я обрабатываю фотографии. Вот. Ну и плюс ко всему меня сейчас дизайнер разрабатывает. Так, существенно, что-то изменилось или нет? Потому что многие наши зрители, наблюдая за тобой, за Машей, говорили о том, что вы все время что-то говорите, ходите, переливаете. Какие-то существенные изменения у тебя произошли? Это что-то, потому что я пока не могу этого понять. Я тоже безумно хочу изменений, но я понимаю, что так быстро мы ничего не добьемся. Какие-то такие колоссальные… Да, мне кажется, нужно время. Вот твой план. Вот смотри, мы тогда много говорили о том, что тебе делать. Ты все-таки на чем остановилась? Что в твоем ближайшем? Инстаграм сейчас для меня. Да, это перспектива. Вот смотри, твоя тема абсолютно тогда, и Олесь сказал, что твоя тема инстаграммная, сто процентов. Вот. И поэтому, мне кажется, тебе нужно сейчас сконцентрироваться на одной вещи, сделать обалденно, чтобы инстаграм у тебя был самый крутой в Киеве. Ну, у тебя сейчас хотя бы какие-то изменения произошли в бизнесе или все по-прежнему? Ты стала работать с клиентами, было у нас очень много идей, которые мы обсуждали, да, по поводу того, чтобы работать с твоей базой клиентов, с которой ты не работала, чтобы ее как-то скоординировать. Или все, лето тебя расплавило? Нет, нет, ничего не расплавило вообще. У меня все так же и движется. У меня сайт наполняется, новые страницы открываются. По поводу увеличения чека у меня открывается сейчас страница, буквально, вот я думаю, к выпуску, к нашему выпуску уже будет эта страница и будет новая цена. Ты делала какое-то анкетирование клиентов? Как-то вы общались, что-то узнавали, чтобы вашим клиентам... По поводу записи на будущее у меня тоже четкий алгоритм. Меня девчонки все спрашивают, записать вас на будущее? Как записывается? Мало, но есть. Просто у нас уже привыкшие клиенты к тому, что им не надо записываться, теперь нужно это все переделать. И плюс ко всему CRM-систему, которую говорил Олесь, сейчас я ее внедряю. У меня все движется. Как ты думаешь, сколько времени тебе нужно? Ну смотри, в любом случае понятно, что время необходимо, и каждый двигается в своем темпе, так или иначе, но какие-то вещи, например, ты делаешь что-то каждый день, у тебя есть такой момент, что каждый день ты что-то сдвигаешь. Посты, да. Я раньше посты не делала, теперь я знаю, так, я должна Оле показать, что у меня три поста появилось. Хорошо, посты – это уже что-то. И заметьте, он позвонил мне сегодня, и сегодня вечером уже приехал, уже замерил, я вообще обожаю таких людей. Обычно хрен каких мастеров дождешься. Тут человек приезжает, меряет, делает очень класс. Я надеюсь, что он сделает тоже все офигенно. И тогда у нас будет с вами в арсенале классный человек, который делает жалюзи. Это же круто, деревянные жалюзи – это круто. Ну что, ни за что не догадаетесь, куда я сегодня приехала. Такие вот интимные места, и сегодня мы будем говорить о сексе. Уже догадываетесь, где мы? Сейчас поднимаемся, и все вам расскажу. Ну что, друзья, мы шли-шли и пришли. Как вы помните, у нас есть Юля Гайварунская, с которой мы сейчас делаем, не просто помогаем ей простраивать бизнес, с которым мы помогаем выстроить классный инфобизнес, чтобы она могла как можно большему количеству людей рассказать о том, как сделать так, чтобы секс был ярким. С Юлькой очень сложно в контексте того, что она постоянно где-то ездит с пастер-классами, много выступает, и сегодня она в Киеве. И, конечно же, я захотела прийти и чтобы мы своими глазами с вами увидели, каким образом Юля круто, классно работает, и каким образом она влюбляет в себя. Влюбляет в себя как предприниматель, влюбляет в себя как девушка, которая знает все о сексе, влюбляет в себя как женщина, потому что ее типаж как раз говорит о том, что заговори, чтобы я мог тебя увидеть. Она потрясающая, она офигенная. И у нас есть несколько минут для того, чтобы мы с ней пообщались, и затем пошли на ее мастер-класс. Так, друзья, ну у нас на самом деле ремонт очень активно продвигается, по крайней мере пока что… В каком мы процессе, Лена? На данном этапе концепт, идея нашего проекта утвержден, планировочное решение сделано, утверждено. Мы нашли необыкновенных людей, которые будут в дальнейшем участниками и проекта, и которые хотят с нами поделиться своим необыкновенным… Мы нашли их среди вас, что очень круто, и мы будем обязательно… Да, это Ольга нашла среди них, а оказалось, это нечаянно как бы и мои хорошие очень друзья и знакомые, поэтому как бы я очень рада. На данный момент мы ведем сейчас с ними переговоры, утверждаем полностью по комплектации и закрываем несколько вакантных дыр, которые… В чем у нас сейчас есть? То есть у нас все наши партнеры каким-то образом выражаются. Я хочу сразу же сказать, что, во-первых, мы обязательно… Я хочу показать вам реально классных людей, с которыми мы сейчас будем в партнерских отношениях находиться, которые будут делать нам… Кто жалюзи, кто полы, кто… Полки, кто диваны и так далее… Я хочу показать в процессе, как выглядят реально классные компании, потому что для нас с Леной очень важный момент – это быстрая, качественная работа. Когда мы не можем неделями созвониться, неделями уговорить взять наши деньги и так далее, это всегда плохо. Поэтому тех партнеров, которые сейчас мы подбираем, это не просто люди, которые отзываются и хотят проявиться, но это еще люди, которые классно работают. Я обязательно приеду ко всем на производство, обязательно всем вам покажу, как это делается, что это создается и расскажу вам, какие замечательные, если это будут замечательные люди, а я надеюсь, что других не будет. Обязательно расскажу вам, как это все происходит и, возможно, вы тоже захотите что-то у них приобрести и вообще знать, к кому обращаться, когда нужно что-то делать. У нас все производители наши местные. Да. Вот, что очень круто. Мало того, производители, которые нас еще смотрят, уже можно сказать, что у нас друзья. Я вам хочу сказать, что ту мебель, которую Лена уже подбирала, да, эти материалы, это просто вау то, что сегодня мы можем делать это заказывание у итальянских дизайнеров, у наших. Да. Я согласна. И еще круче. Вот. Поэтому у нас есть несколько еще позиций, в которых мы до конца пока не определились. Что это? Что нам чего-то не хватает? На данный момент мы начинаем уже по строительной работе и по итогу этих начинаний будет уже известно. Мы делаем демонтаж. Да. Я бы хотела, как в настоящем лофте, использовать, конечно, наливные полы, микроцемент. Еще тут предстоит небольшая работа по уговору клиента, что это именно сейчас на данный момент самое лучшее решение, самое правильное решение. И ламинат это уже немножечко прошлый век. Значит, друзья, кто занимается классными наливными полами, кто хочет с нами посотрудничать и поработать, кто хочет, чтобы мы рассказали о ваших наливных полах всех и всем клиентам в том числе и вообще всем дизайнерам, потому что у нас их много очень, обязательно пишите. Мы с вами обязательно сработаемся, раз уже наливные полы нам нужны. Да. Я ищу все-таки человека, который бы нам классно мог разрисовать в нишах кирпич, ярко как-то интересно. Поэтому, если вы рисуете и готовы рисовать на кирпиче какими-то баллончиками, не зная, чем это будет, тоже обязательно обращайтесь. Такие люди нам нужны. Художников у нас уже достаточно много проявилось, да, для наших картин. Да, художников, да. И необыкновенная картина. Выслали подборки и ссылочки на инстаграм, на фейсбук. То есть, ну, очень талантливые девочки просто безумные. Тоже обязательно всех покажем, когда мы уже окончательно сформируем, что где у нас будет, да? Да, да. Ну, как бы по концепту оно уже как бы все определено, все понятно. Декораторские какие-то уже решения, которые мы будем использовать, ну, еще будут утверждены, и тогда, ну, Друзья, я оставляю вам ссылочку на Леннон профиль в фейсбуке. Если вы, она полностью отвечает за наш проект, повторюсь, что у нас лоб. Если вы занимаетесь чем-то, что может в нашем интерьере помочь, вам кажется, что это будет интересно, и вы бы хотели остаться в моем офисе, обязательно напишите Лене, сбросьте ей, пожалуйста, ссылочки на себя, на свою работу, на свои возможности. И если Лена увидит, что нам это подходит, то мы тоже обязательно с вами поработаем, вас снимем и всем о вас расскажем. Если кто-то хочет принять участие с деньгами, тоже можно. Тогда мою ссылочку тоже в фейсбуке, в программу на номер карточки. У тебя сейчас есть какой-то план и понимание того, там, на ближайшие пару месяцев, что тебе нужно сделать, и чтобы это дало тебе результат? Да, вот Инстаграм это для меня первое, и я думаю, что мы на вечеринке, когда встретимся, я всем покажу, что я сделала. Вот, знаешь, у нас как в программе сейчас взвешенные и счастливые. Когда все уходят толстые из проекта, знаешь, и говорят, я покажу вам, что будет. Потом они становятся на весы, на контрольное взвешивание, у них так минус полтора килограмма. Вот мне очень хочется, чтобы у тебя не было минус полтора килограмма, потому что есть уже участники, у которых очень существенные изменения. Понятно, что тебе нужно время, что у тебя есть свой темп, но мне очень хочется, чтобы у тебя было стабильное, постоянное продвижение и улучшение. Ты бизнес этот не надумала закрывать? Нет, почему? Нет. Я развиваюсь. Это важный вопрос, это важный вопрос. У тебя не отпало желание его закрыть? Это вообще нет. Не отпало желание его закрыть, у тебя было желание? Ну, вернее, не отпало, не настало желание его закрыть. Нет, я наоборот, после последнего выпуска, я поняла, что я не использую все квадраты мои по назначению, и я буквально хочу через пару недель открывать гостиницу для живого. И для меня это, да, сейчас как бы сезон, я думаю, быстрее-быстрее, надо успеть еще это сделать. Абсолютно правильно. То есть я закрываю магазин во втором салоне, и я буду открывать там гостиницу. Я уже ищу людей, как это сделать. Ремонт Оли у меня тоже так, и мне тоже ремонт нужен срочно. Ремонт, ремонт, ремонт. Да, ты знаешь, я тебе скажу честно, неделю назад я думала о том, чтобы просто переставить мебель. Как только я впустила дизайнера в кабинет, я говорю, Лен, по-моему, у нас тут все плохо, и мы реально все меняем. Ремонт – это очень хорошая вещь. Я могу тебе сказать очень важную вещь, и всем остальным тоже. Когда мы начинаем действовать по принципу того, что я сегодня могу себе позволить, получается, что мы все время себе ничего не можем позволить. Все время есть что-то, что более важное для нас. Это мы сделаем потом, потому что сейчас надо поесть, потом попить, потом отдохнуть, потом еще что-то. Поэтому подтягивайте, начинайте с того глобального, как вы хотите видеть это. То есть вот говори себе, гостиница, черт знает, нет денег на гостинице, нет животных, никто об этом не знает теоретически, но у меня будет гостиница через три недели. И когда ты начинаешь это делать, обязательно подтягиваются возможности, люди, мозг начинает говорить, мать твою, гостиница? Гостиница fucking shit, ну окей. И тебе начинают подбрасываться вот эти мысли, идеи, умейте это делать. Это очень классно, это как раз мышление предпринимателя, который использует не то, что там, ну вот типа ему кажется, что у него ничего нет, у тебя все на самом деле есть, все есть. И сейчас твоя задача включиться. У нас будет 16 августа, если я точно обо всем договорюсь, я уже эту дату так заявляю, у нас будет большое пати, большая вечеринка, куда мы хотим пригласить всех наших зрителей, всех, кто за нами следит. И конечно же всех участников шоу для того, чтобы вы, мать вашу, рассказали людям, уже будет достаточно серьезный промежуток времени от каждого участника, показали сами себе, какой результат на этот момент вы смогли получить, что было и что стало. мы всегда ждем очень быстрых результатов, но они не всегда бывают. Иногда в некоторых случаях можно сделать очень быстро, в некоторых нет. Но самое главное, это когда мы видим все-таки развитие. Если у тебя на протяжении месяца, двух-трех идет прямая, какая-то косая, но никаким образом это не увеличивается, это говорит о том, что ты двигаешься не туда. Если у тебя нарастает, пусть не так быстро, как бы хотелось, но идет, то обязательно будет результат. Правда? Конечно. Ну что, я опять немного разговариваю? Нет, нет, меньше обычного. Сотрудника у меня так и нет. Я думаю, что у тебя была не до сотрудника с этой две недели отдыхала. Я там резюме просматривалась, договорилась, и как только я приехала на следующий день, я уже собеседование устроила. Продолжай, что я тебе могу сказать, продолжай смотреть. Почему-то вот некоторые другие моменты как-то быстрее идут, тут как из гостиницы, а только не подумала, тут же люди, а вам нельзя собачку оставить? Как бы вот он, знак, раз. Да, да, это знак. Это нужно сделать. Ну, возможно, тебе не нужен сейчас сотрудник, тоже говорят. Возможно, да. Возможно, тоже. Чтобы не потерять контроль над тем, что происходит. Может быть, скорее всего. Когда оно произойдет, тогда, когда будет нужно. Так, у нас с тобой пять минут, потому что ты единовая колбаса. Я специально приехала на мастер-класс к Юле, я вам уже об этом сказала. Давай поговорим о твоем тренинге. Что с ним произошло? Что произошло? Что ты сказала людям? Почему так много его стали покупать? Как такое бывает? Слушай, я думаю, что синергия работает. Бывает, когда человек просто хотел-хотел, и приходит человек и говорит, давай. Слушайте, вы все захотели оргазма. Я еще не считала, сколько штук этого заказали, но ты понимаешь, что это успех. Ребята, я реально благодарю каждого, кто заказал, и даже студии имбилдинга заказывают. И разные врачи заказывают. И я когда вижу, кто заказывает, и я тоже заказываю. На самом деле, мы только договорились, что мы снимаем, и в течение полутора недель мы сняли проект. Сейчас мы его доупаковали, доделали, и он полноценный. Мы даже добавили еще несколько уроков. Юля приехала еще, добавила несколько уроков и доработала свой продукт. Короче, ребята, это очень-очень круто, когда мы так быстро работаем. Я думаю, что мы сейчас с тобой приступим к следующим продуктам. И у нас будет не только оргазм, но я хочу вам сказать, что если вы еще каким-то образом не купили, хотя бы не посмотрели ее первый урок, то блин. Бесплатный урок. Очень многие люди мне написали, что спасибо за то, что вы это говорите. Спасибо, что у нас это есть. Слушай, сколько мне написало людей, которые это купили и сказали, где ты держала ее раньше, почему мы раньше о ней не знали. Спасибо большое. Так, мы сейчас идем к тебе на мастер-класс. Людей показывать нельзя, ничего нельзя, но я очень хочу, чтобы… Люди предупреждены и даже спрашивают, что за шоу у вас сегодня. Я хочу, чтобы вы сейчас увидели, какая она звезда, как офигенно она работает с аудиторией, это действительно правда. И чтобы вы поняли, почему других мочалок мы не берем, а берем только самых классных. Давай. Мы не снимаем лица людей для того, чтобы мы не знали, кто в этой стране занимается сексом. Меня зовут Жуля Гаверонская. Почему вы, женщины, занимаетесь сексом? Давайте возьмем 7 причин. Почему вы занимаетесь сексом? Вы каждый раз трахаетесь по какой-то причине, не потому что всем приятно. Он не хочет сегодня париться, ничего не хочет говорить, он просто занимается сексом. Сейчас он сделает несколько фрикций, кончит, и все будет супер. Ну что, ребята, в понедельник именно в этом месте у нас начинается ремонт, демонтаж и прощание со старым. И я уже говорила о том, что огромное количество людей откликнулось для того, чтобы помочь нам сделать это пространство крутым. И я решила, что мы будем делать отдельные спецвыпуски о нашем ремонте, о том, как у нас тут все будет меняться. И вот об этих офигеннейших людях, о компаниях, вы себе даже не представляете, что делают в Украине, что производят ребята. И, в общем, ну, это просто мега. Я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы откликнулись. И я обещаю, что вас будут знать все, 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 потому что вы офигенные. Но уже в следующем выпуске вы увидите, как всего этого не будет. И как же мне нравится, как же мне нравится прощаться со старым. Потому что для того, чтобы открыть перед собой новые двери, нужно не бояться закрывать старые. И мы это делаем. Я всем докажу. Ждите, 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 ждите. Как ты считаешь, ты, ну, сегодня последние твои появления у нас. Ты довольна тем, ну, не могу сказать результатом, потому что результат прежде всего, наверное, в твоей голове какой-то произошел, пока еще не так сильно в бизнесе, в голове. Ты как считаешь сама, ну, был тебе смысл приходить к нам? Однозначно был. Я всегда, вот сколько я смотрела Олю, читала различные отзывы, я не могла всегда понять, зачем нужен какой-то наставник или перед кем-то вот отчитывать, зачем это нужно. Но на самом деле это настолько подстегивает, когда ты вот не просто сам перед собой ответственность несешь, а перед кем-то. Нет, ну я должна показать, ну я вот, а тут я не просто вам должна показать, я должна всем показать. потому что они все спрашивают, где результаты. Блин, мне нужно сделать эти результаты, да, по-любому. Показывай. Где они? Покажи, достань. Так что, ну, я думаю, что на вечеринке, да, нужно зажечь однозначно. Я покажу все, что я могу, я сейчас… Так, давай-ка, давай, прилюдное обещание, что будет? Обязательно. Что, что будет, скажи? Даю обещание. Чем ты похвастаешься? Я, во-первых, инстаграмом, у меня будет самый классный инстаграм. Все мне говорят, у тебя инстаграм такой себе, мне нужно сделать его классным. И между прочим, вот, что по поводу знаков. И как только мы поговорили про инстаграм, тут же мне люди стали спрашивать, можно к вам записать собачку? До этого не было этого. И я сразу поняла, вот он, это знак, то есть к этому нужно прислушаться, это нужно делать. То есть показывать, что ты на правильном пути. Да, но эти знаки нужно просто улавливать, против течения не нужно, вот по течению нужно идти. Нужно, да, нужно смотреть, куда поток идет и в него вливаться, да. Да, однозначно. Так что инстаграм у меня будет. По поводу клиентов тоже однозначно, я к августу, это в любом случае у меня будет уже CRM-система, у меня будет воронка продаж, у меня будут все эти письма, потому что сейчас я над ними работаю. Уже у меня прям планы расписаны на две недели. Самая главная воронка продаж. Люблю это слово. Это вот Олесь тоже повлиял, я там посмотрела с Машей. А, самое главное, это встречи, которые мы проводим с Машей, я надеюсь, что к нам подключатся еще другие участники. Это настолько… А вы с Машей встречаетесь? А чем вы общаетесь с Машей? Я видела ваши эфиры… Ой, мы общаемся обо всем, и о жизни, и о детях, и обо всем на свете, и о бизнесе в том числе. Она мне что-то подсказывает, я ей, мы узнаем просто… Понимаете, это когда ты варишься сам себе, ну, не видишь. Со стороны намного больше тебя. Я тебе скажу больше, что когда вы не просто даете друг другу советы, вы еще и сами свое начинаете замечать, глядя на нее со стороны, ты видишь, какая лажа у тебя, они только на тебя указывают. Да-да-да. Но это очень круто, знаешь, у меня еще со свадебного бизнеса сложились такие тусовки, девочки дружат годами, они называли себя ермиловцы, когда люди говорят на одной волне, когда они не обижаются на грубость друг друга, когда они уже ни на что не обижаются после моего трактора, могут спокойно общаться друг с другом, давать друг другу рекомендации. Это очень классно, поэтому, мне кажется, это здоровская инициатива, будет здорово, если вы будете собираться вместе, общаться. Я только могу всем сказать, что присоединяйтесь, кто все участники шоу, к девочкам обязательно. Это очень классно, когда вы объединяетесь на этой почве, возможно, будете мучить какие-то совместные проекты и так далее, вы уже открыты, это очень классно. Хорошо, давай тогда мы с тобой договариваемся, что мы встречаемся с тобой в августе на вечеринке, и мы будем говорить со всеми нашими гостями, кто будет, со всеми участниками, все будут. Обязательно поговорим о ваших результатах и посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, возможно, в какую сторону тебя дальше направить, потому что сейчас у тебя есть достаточно большой пласт, с которым тебе нужно хорошо поработать. Самое главное не забывай, каждый день одно действие, которое тебя сдвигает с точки. У тебя должен быть обязательный план. Если ты плывешь по течению, если ты не можешь раскачаться, если ты каждый день говоришь себе завтра, ты всегда будешь оставаться на месте и не будешь никаким образом продвигаться. Однозначно, план есть. Это шикарно. Что, Сергей, вы хотите сказать? Ну все, плыви. Прыгать с крыши будем? Скажи, какое классное место. Здесь хочется расправить крылья и полиция. Жалко, что тебя больше не будет. Да ладно, она еще вернется. Почему-то. Потому что еще вернется, на самом деле. У нас все участники имеют возможность проявляться в тот момент, когда они чувствуют, что им нужен новый рывок. Нет, я этого не перенесу, я с крыши сигану. Слава Богу, блин, наконец-то. Друзья, мне очень нужен мужчина. Молодой, красивый, богатый. У меня ремонт, у меня... Блин! В общем, мне все равно нужен мужчина новый. Я, если что, его это. Девушки, тут нет свободной? Мне, кстати, говорят, что я плохо себя веду по отношению к тебе в кадре. Вот. Мне кажется, недостаточно. С каждым днем, друзья, мы получаем все больше и больше анкет, и наши участники приходят все интереснее и сильнее. И ты тоже можешь стать участником. Для этого тебе необходимо заполнить анкету, которая находится внизу под видео, рассказать о себе, о своем бизнесе, о своих задачах, и, собственно, попасть к нам в шоу. Также я напоминаю вам о том, что уже в августе, пока предварительно 16 числа, мы задеваем большую вечеринку. Уже сейчас мы готовим программу, мы готовим всех наших спикеров, мы готовим место. И, в общем-то, все для того, чтобы ты мог к нам приехать. Поэтому планируйте обязательно к нам приехать. Это будет офигезный день. И обещаю, вы такого еще не видели. Ну и, друзья, подписывайтесь, конечно же, на наш канал. Смотрите, учитесь. И меняйте. Меняйте свои жизни. Меняйте свой бизнес. Становитесь более счастливыми, успешными и богатыми. Ну, а я пошла помогать трансформироваться всем остальным нашим участникам. И, собственно, заниматься нашим ремонтом. Напоминаю, что у нас в эфире большой ремонт. Уже в следующем выпуске начну показывать вам больше. Показывать и знакомить вас с офигенными классными людьми. Присоединяйтесь к нам. Вся информация находится под видео. Хорошего дня всем. Пока. 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 Пока.